Леопард против пумы. Кто победит? В этом видео будем выяснять, кто из двух хищных кошек сильнее, леопард или пума. Леопард. Леопарды являются дикими кошками из рода пантер. Это довольно крупные животные, но они уступают в размерах своим сородичам, тиграм и львам. Длина тела леопардов составляет от 90 до 180 см, высота в холке от 70 до 80 см, а масса колеблется от 30 до 90 килограмм. Леопарды обитают в Африке, а также в Южной и Восточной Азии. Они умеют прекрасно лазить по деревьям и быстро бегают. Их окрас шерсти имеет желтый или рыжеватый цвет с многочисленными черными пятнами, что помогает им сливаться с окружающей средой. Охотятся эти кошки на антилоп, олени, обезьян, птицы, рептилий, а также на домашних животных. На людей нападают нечасто, в основном это делают раненые или больные животные. Пума. Пумы также являются хищными представителями семейства кошачьих, но относятся к отдельному роду пумы. Этих хищников еще называют кугурарами или горными львами. Пумы обитают в горных или лесных районах Северной и Южной Америки. Их рацион состоит из оленей, лосей и других крупных копытных, а также бобров, кроликов и мелких грызунов. Охотятся эти кошки преимущественно в темное время суток. Пумы являются четвертыми в мире кошками по величине, уступая тиграм, львам и ягуарам. Длина тела взрослого животного составляет от метра до 180 сантиметров, высота в холке от 60 до 90 сантиметров, а вес достигает 105 килограмм. Известен случай по инке рекорд на крупного самца кугуара, весом в 120 килограмм. Пумы, так же как и леопарды, прекрасно лазают по деревьям и отлично плавают. Их мех имеет однотонно желто-коричневый цвет. Итак, кто же окажется сильнее? Различный ареал делает встречу этих животных невозможной, по крайней мере в природе. Но давайте представим себе, что они все-таки пересеклись и вступили в поединок, скажем за добычу. Возьмем крупнейших самцов обоих видов. Леопарда весом 90 килограмм и кугуара весом 120 килограмм. Оба хищника очень похожи, поэтому исход их противостояния может быть непредсказуемым. Пумы обладают более мощными конечностями, а их максимальная скорость бега составляет 80 километров в час. Леопарды бегают со скоростью 60 километров в час, но в схватках с себе подобными они проявляют наибольшую агрессию. Немаловажную роль в поединке может сыграть и масса тела. Здесь преимущество на стороне пумы. Леопарды в свою очередь нередко затаскивают добычу вдвое крупнее себя на деревья, что говорит о силе и выносливости этих животных. Итак, что мы имеем? Сражение двух хищников будет длительным и победа в итоге окажется на стороне более крупного соперника. При схожести оппонентов сильнейшим оказывается тот, кто превосходит в массе. В нашем случае, я думаю, это будет пума. Однако в битве одинаковых по размеру животных перевес скорее всего окажется на стороне леопарда, так как он более яростный хищник. Подтверждением этого служат несколько случаев, когда леопардам удавалось одолеть и убить соразмерных львиц. Так что думаю, что в сегодняшнем поединке у нас ничья, потому как сильнейший может оказаться как один, так и другой соперник. Исход будет зависеть от обстоятельств и размеров животных. Продолжение следует...